Правнука и старшую правнучку. Очень деда меня сильно любил. Я боюсь, конечно, повторить, но это, знаете, когда люди говорят что-то, они обычно говорят о самых красочных моментах. Так что, если я повторюсь, это потому что просто это то, что у меня осталось. Я сейчас на одну секундочку перейду на тот день, который был ровно год назад, потому что меня не было в городе, я была в командировке, я завтра обратно туда уезжаю. И, вы знаете, когда я уезжала, деда был еще довольно-таки в хорошем состоянии, и когда мне позвонила моя сестренка и плакала, она говорит, ты знаешь, дедушке стало плохо. Я не могла поверить, вы знаете, когда вот люди находятся там, где человек умирает, как-то они уже ждут это, они уже знают, что это произойдет. Меня это не было. Это было в тот день, когда закрыты были все аэропорта, потому что был сильнейший снег. Что только они пытались сделать, чтобы поменять билет, не получилось у меня. Папа мне позже звонит часиков пять, говорит, он уже не распознает. Ну, я, естественно, слезы. Я говорю, папа, я должна его видеть. Я была, когда бабушка нашел, это папа Тамары, муж. Я была там, когда бабуля умирала. Я должна была. Все, что я хотела, это просто успеть приехать и попрощаться с ним. Где-то часиков десять. Ну, наверное, часиков десять. Я уже у себя в номере работаю. Папа набирает телефон. И, вернее, я поднимаю трубку. Папа плачет и говорит, сынок, деда не стало. Он перепутал, он не хотел, чтобы я знала. А он мне обещал, Альбина, я буду держать его на аппаратах, пока ты не приедешь следующим вечером. Вы знаете, вот я сейчас думаю, вот я не успела его увидеть, и я не могу даже запомнить, каким больным он был. Вот деда, вот от того, что я говорю, Горюша, знаете, ты думаешь, что ты сам любимый? Он не хотел, чтобы я его таким увидела. Вот он у меня остался в моей памяти вот таким вот улыбающимся. Кажется, как я о нем думаю, вот он улыбался вот так вот. Вот таким вот он у меня остался, вы знаете. О дедушке много говорится. Может, вот я слушала сейчас, что вы говорите, как вот люди, которые не живут с нами вместе. А вот мы, вот у нас, я буду повторяться, естественно, но я говорю, вот у нас моя семья, это не только папа, мама и мои братишка с сестренками. Это еще и дедушка наш был. А потом была бабуля до того, как она умерла, и потом ее муж. Вот все, что я вспоминаю, все мои воспоминания, это вокруг них. Каждое лето все вместе. Закрутки все вместе, на базар все вместе. Ож с ВОО кушать все вместе. Постой и шву в год все вместе. Каждую... Да, абсолютно все вместе. Вот мне папа недавно говорил, ты знаешь, пару дней назад, сколько мама сделала для моего папы? А я говорю, папа, you came with baggage. Как это сказать? Ты пришел, ты не один, ты был со своим папой, со своей бабулей. Вы знаете, вот я человек, который вот наблюдаю это все. Вы знаете, что такое для этой семьи была вот эта семья? Это любовь моего отца к папе. Вот когда мы к нему домой приходили, вот я недавно вспомнила, папа, как ты мог часами с ними сидеть, играть на дыр. Это, знаешь, это вот прям бальзам на сердце. Вот сейчас вот тяжело заставить детей с телефонов оторваться. Как ты ходил каждую в субботу ему устроить, урезал. И машину мы все это делали. А как нас дедушка баловал. Вы знаете, вот мы были свет его, вот как говорят, свет в очах. Он и открывал нам, и давал нам эти фанты, и пипси-колы, и все, все, что можно было.